Ира, знаешь, вот о чем я подумал? Я вспомнил 90-е годы, когда периодически отключали то воду, то свет. И вот как ты думаешь, что хуже, когда нет воды или нет света? Я даже не хочу думать о том, что хуже. Хотелось бы, чтобы вода и свет были. А вот как раз таки по поводу ситуации с водой, я думаю, мы сейчас пообщаемся с нашим гостем. Итак, сегодня в студии у нас Ольга Рябенькая, заместитель генерального директора по сбыту государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма». Доброе утро! Доброе вам утро! Ведь правда же говорят, что без воды и не туды, и не сюды. Абсолютно, с вами согласна, поддерживаю. Скажите, вода это тоже ресурс, который подлежит учету, безусловно. Что для этого нужно, чтобы учитывать воду? Ну, во-первых, у нас есть два способа, чтобы учитывать воду. Это расчетный способ, это норматив, средний показатель применения разных расчетных методик. И прибор учета, это самый точный учет воды, то есть приборный. У нас есть средство учета, водомер. И при установке водомера абонент может четко контролировать свои потоки воды, экономить воду или располагать на свои финансы и, соответственно, с этим потреблять определенное количество воды и по своим потребностям. То есть, грубо говоря, можно поставить счетчик, а можно платить там по какому-то среднему числу? Можно. Это расчетный способ, это норматив. Он зависит от степени благоустройства проживания абонента. Но в любом случае, практика доказывает уже неоднократно, что приборный учет, то есть при установке прибора учета, водомера, потребление воды намного ниже и экономнее. И, соответственно, для бюджета семьи это выгоднее. А вот как выбрать и установить счетчик, если вот его нету в семье, например? Ну, во-первых, у нас в каждом городе мы обслуживаем сегодня 12 городов крупных и порядка более 80% территории всего Крыма населения мы уже обеспечим водой. То есть мы определены основным и самым крупным оператором по водоснабжению. И на сегодняшний день в каждом городе, в каждом населенном пункте работают абонентские службы, которые возглавляют руководители, специально подготовленные профессиональные сотрудники, которые дадут квалифицированную консультацию по подбору прибора учета. Но мы принимаем эксплуатацию те приборы учета, которые регламентированы 102 МФЗ. Это федеральный закон об единстве измерений. И мы принимаем эксплуатацию те приборы учета, которые занесены в российский реестр приборов учета, допущенных к эксплуатации в Российской Федерации. То есть есть, которые не допущены? Есть, но зачастую задают вопрос в отношении украинских приборов учета. То есть до 2014 года, до момента вхождения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, тоже были приборы учета, водомеры установлены у абонентов. Практически все эти водомеры занесены в реестр, допущенный к эксплуатации в Российской Федерации. За исключением двух видов. Это КВ-1,5, КВ-2,5 и ГРОС. Это три таких типа водомера, которые выпущены до 2011 года. Они допускаются находиться в эксплуатации до 2020 года. После этого уже снимаются или там сильно заужается межповерочный интервал. То есть приборы учета это средства, которые подвергаются контрольным проверкам. То есть вот эти межповерочные интервалы в украинских приборах учета заужаются. И сколько они составляют? В украинских, в зависимости от типа водомера, диаметра водомера, срока выпуска, а также завода-изготовителя, варьируется период от двух до четырех лет. При этом российские приборы учета, у них межповерочный интервал равен шесть лет. То есть их, конечно, уже сегодня более экономично выгодно приобретать. Скажите, а вот если я понимаю, что пришло время делать поверку, как это сделать? Что для этого нужно? Куда обратиться? Чтобы сделать поверку, вы обращаетесь в водоканал, в любую абонентскую службу города, в котором вы проживаете или населенного пункта. Но сразу практический совет. У каждого абонента есть свой контролер, который закреплен и обслуживает тот или другой участок. Вы можете звонить. У нас очень кабельные сотрудники. Сотрудники, все абсолютно. И операторы, и контролеры, которые вам оставляют свои контактные телефоны для общения, для того, чтобы получили вы любые ответы на их вопросы. То есть первый шаг – вы можете позвонить своему контролеру. Второй шаг – вы можете позвонить в абонентскую службу населенного пункта, в котором вы проживаете. Третий способ – это обратиться в личный кабинет. У нас есть официальный сайт, есть личный кабинет, посредством которого вы тоже можете зайти и посмотреть свои межповерочные интервалы. Следующий шаг – это колл-центр. У нас есть колл-центр, который работает, и могу озвучить телефоны для абонентов. Круглосуточный, там можно позвонить в колл-центр? Работает с 8 до 17, а круглосуточный телефон принимает только показания прибора учета. Первый, по которому вы узнаете любую информацию, в том числе межповерочные интервалы – это 8 800 506 305. Время работы – 8-17. И даже в обеденный перелив принимаются звонки. Круглосуточный номер телефона, по которому принимаются показания прибора учета – 8 800 506 306. Круглосуточный режим. То есть можете вот с такими способами сообщить или узнать о том, что у вас истекает межповерочный интервал, или вы хотите уточнить, когда же истекает межповерочный интервал. Дополнительно телефоны абонентских служб везде размещены у нас во всех уголках потребителей, на сайтах администрации, а также на нашем официальном сайте УПРК «Вода Крыма». Каждого города есть контактный телефон абонентской службы. И более того, они там фильтруются для физических лиц, то есть для населения, и для юридических лиц, то есть для предприятий. Позвонив туда, вы можете узнать межповерочные интервалы. Узнаете, если он подходит, соответственно, вы делаете заявку на снятие пломбы с водомера, потому что пломбы накладываются для контроля учета работы прибора учета и неумешательства в его состоянии для правильности и корректности учета доставленных услуг. И пломбы мы накладываем, соответственно, и снимать пломбы имеем право только мы. Самостоятельный человек. Самостоятельный съем, снятие контрольной пломбы приравняется к самовольным действиям со всеми вытекающими последствиями. То есть это приравняется и расценивается как несанкционированное вмешательство в работу прибора учета и с применением штрафных санкций. А вот какие последствия? Последствия в зависимости от периода, за который было снято предыдущее показание, абонент оплачивает штрафные санкции согласно методических рекомендаций. Там есть определенный способ расчета. Это зависит от диаметра трубопровода, зависит от материала и зависит от периода предыдущего посещения контролером абонента. Грубо говоря, если произошла какая-то ошибка травматизации пломбы, то надо немедленно позвонить и сообщить об этом. Обязательно. Даже в договорах или в инструкциях при установке прибора учета мы сразу предупреждаем абонента, если пришла какая-то внештатная ситуация, вы должны обратиться. И мы даем ряд телефонов для того, чтобы сообщить, ну и, соответственно, прежде всего, контролеру своему сообщить о внезапном таком повреждении. Ольга Григорьевна, возвращаясь к теме проверки, платная эта услуга или бесплатная? Поверка, сама процедура платная. На сегодняшний день по Крыму есть ряд компаний, которые имеют аттестацию, специальное оборудование, на котором проводится поверка приборов учета. Мы, к сожалению, прекратили деятельность по определенным причинам, но есть много компаний, такие как Гуперка, Крым, Теплокоммунэнерго. Место расположения улица Гайдара 3А. Они поверяют приборы учета, и у них очень большой диапазон от диаметра 15-го по 80-й и 100-й. Более того, есть Крым Стандарт Метрологии. Это тоже специализированная компания, которая поверяет приборы учета. И МТЦ Крым находится по Кычкемецкой, 198. Эта компания тоже профессиональная, которая оказывает услуги по поверке приборов учета. Ольга Григорьевна, к сожалению, время подходит к концу. Последний вопрос хотел бы все-таки задать вам. Вы сегодня упомянули о том, что все-таки современные технологии нещадно проникают в нашу жизнь, и уже на вашем сайте есть личный кабинет. В двух словах, как им воспользоваться? Вы заходите, есть сайт Гуперка, Водокрым, официальный сайт. Заходите, есть там окна, личный кабинет. Очень удобный вариант для общения, скажем так, с водоканалом. Там вы можете заносить свои показания, давать заявки на снятие пломбы с водомера или на опломбирование водомера, и даже в том числе на первичный прием прибора учета в эксплуатацию. Вы можете оставить заявку на какие-то ремонтные работы, потому что наша компания оказывает ряд услуг профессиональных, которые качественно оказываются по ремонту водопровода, подключению, установке прибора учета, демонтажу его при разных ситуациях. Когда, например, вы делаете ремонт в квартире, обновляете свой интерьер, соответственно, тоже бывают случаи повреждений. То есть, чтобы не допустить этого, вы можете заявочку в личный кабинет сделать и предупредить какие-то негативные последствия. Вы можете и провести оплату через личный кабинет, что очень удобно. Это не отрывает вас от основного вида занятий. Вы не стоите в очередях, вы не оплачиваете комиссионные сборы, потому что через личный кабинет там комиссия агента не принимается. То есть, очень удобный санк для абонента. Спасибо большое. Мы напоминаем, что сегодня в студии была Ольга Рябенькая, заместитель генерального директора по сбыту государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма».